Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом видеоуроке поговорим о том, как вылечить грибок ногтей в домашних условиях. Грибковые заболевания ногтей встречаются довольно часто. От них никто не застрахован, ни взрослые, ни дети. Распознать грибок ногтей очень просто по его характерным симптомам. А лечить в домашних условиях очень тяжело. Давайте для начала разберем причины развития. Чаще всего грибковое заболевание поражает стопы людей, которые в общественных местах часто бывают, в бассейнах, в банях и т.д. И грибок любит теплую и влажную среду, а поэтому и поселяется на стенках таких помещений. Заражаются люди при тесном контакте с грибком, особенно если вы идете по кафелю в бассейне, например, без тапочек. Вы имеете все шансы заболеть этим заболеванием. То же самое касается и совместного использования средств личной гигиены. Если вы используете то же самое полотенце, что и другие члены семьи или незнакомые люди в общественных местах, то вы имеете все шансы заболеть грибковым заболеванием. Если не производить регулярную смену носков, не стирать их, то риск заражения очень велик. Причем избавиться от заболеваний очень сложно в этом случае. Стоит отметить, что грибковые заболевания способны поражать не только стопы, но и кисти рук. Грибки могут поселяться на любой части вашего тела. Это очень важно знать, какие симптомы имеет это заболевание, чтобы вовремя распознать и начать лечить его. На ранних этапах развития грибок очень легко поддается лечению. Давайте разберем первые признаки. Чаще всего грибок поселяется в межпальцевых складках и сопровождается сильным зудом, жжением и высушиваются кожные покровы. При отсутствии лечения на этом этапе на коже появляются бугорки, образуя язвы и трещины. И только после этого грибок начинает поражать ногти. Начинает расти на ногтевой пластине, размножается. В результате ноготь начинает расслаиваться, начинается разрушение, появляются белые пятна, которые приобретают шероховатости. Если на этом этапе не начать лечение грибкового заболевания, то паразит может распространиться на внутренние органы, что вызывает серьезные осложнения для здоровья. Клинические проявления грибка могут быть разные. Здесь все зависит от вида паразита и степени его проникновения в кожные покровы. Грибки, поражающие ногти, проявляются в виде желких пятен или продольных полос. На руках грибок тоже проявляется в виде пятен, только они более светлые, белого либо серого оттенка. Активная жизнедеятельность грибков приведет к истощению пластины в ногтевых частях, в результате чего она приобретает неестественный желтый окрас. В большинстве случаев заболевание появляется на пальцах, приобретает красноватый оттенок. Появляются чешуйки, не заметить которые очень сложно. Если не лечить грибок ногтей, в нем может поселиться бактериальная инфекция, в результате чего есть ремнии. Нагноение. Если вы обнаружили у себя первые признаки данной болезни, незамедлительно начинаете ее лечение не самостоятельно, а при помощи врача. Ведь лечение таких заболеваний во многом зависит от вида грибка, поселившегося на ваших ногтях, а также степени его проникновения в организм. Какое же бывает небитокаментозное лечение грибка? Лечение грибка ногтей должно производиться только опытным врачом. Грибковое поражение ногтей требует применения не только наружных кремов и мазей, а специальных противогрибковых препаратов внутрь. Стоит отметить, что все используемые препараты обладают противопоказаниями и побочными эффектами, и назначаются они по определенной схеме врачу, без которого прием данного препарата может привести к сильным осложнениям со здоровьем и дальнейшему развитию болезни. Также хотелось бы сказать о том, что в препаратах этих находятся вещества, которые на долгое время задерживаются в ногтевой пластине, тем самым сокращая течение болезни. Нужно применять препараты такие 2-4 месяца систематически. Необходимо дождаться, когда больной ноготь отрастет и на его месте появится другой здоровый. Но если не использовать препараты, по мере роста ногтевой пластины ткань будет поражаться совершенно здоровая пластина. Поэтому даже после того, как симптомы болезни отпустили вас, необходимо продолжать лечение. В современной медицине существует большое количество препаратов для лечения грибков. Есть лаки и растворы, которые способствуют сохранению зоохтевой пластины и лечению этого заболевания. Эффективным являются лоцерил и офлумил. Кроме того, в современной медицине также имеются специальные пластыри с останавливающим действием для грибка. Их используют несколько раз в день на протяжении 2-5 месяцев, но они не устраняют саму причину изменения ногтя. Поэтому в комплексе с такими средствами нужно обязательно применять противогрибковые препараты. Стоит отметить, что в некоторых случаях при длительном применении препарата наружного действия может наблюдаться посинение наружного покрова. Если посинел ноготь, нужно отменить лекарственные средства. Лекарственные препараты должны назначаться врачом в индивидуальном порядке. Дальше хочу дать вам несколько народных методов лечения грибка ногтей. Как же его лечить в домашних условиях? Существует множество средств народной медицины, которые позволяют устранить данный недуг. Однако все они должны использоваться в комплекте с основным лечением, которое назначит лечащий врач. Вы можете использовать дома обычный чайный гриб. Необходимо взять кусочек гриба чайного, размять вилкой и нанести на ногти. Обмотать пластырем. Проводить такую процедуру два раза в день, после чего нужно тщательно мыть руки. На ночь тоже можно накладывать целый кусочек грибка и зафиксировать его в пластыре. Только перед таким компрессом необходимо сначала распарить ногти. Лечение с помощью чайного гриба нужно проводить на протяжении 4 месяцев. Можно также использовать содовый раствор. Для этого возьмите горячую воду, стакан и размешайте столовую ложку соды. Ногти нужно распарить в таком растворе и хорошенько протереть и смазать маслом чистотело. Для лечения грибка на ногтях ног нужно использовать натуральный крепкий кофе, заварить его, дайте остыть, чтобы он осел на дне кружки, чтобы был осадок, затем ногти опустить в этот заваренный кофе. Кофе необходимо заварить обычным образом и развести в небольшом количестве воды, после чего требуется выдержать стопы в таком растворе примерно около получаса. Если у вас дома есть салициловая мазь, тоже можно ее использовать для лечения грибка. Для этого необходимо обработать мазью пораженный участок, замотать полиэтиленом, а сверху одеть носки или хлопчатобумажные перчатки. Как вылечить грибок ногтей? В народе считается эффективным следующим методом. Нужно распарить ногти на руках или ногах горячим марганцовым раствором, после чего пораженный участок нужно втереть сок чеснока или репчатого лука. За неделю все симптомы грибкового заболевания должны исчезнуть. И в заключение хочу дать вам общие рекомендации по лечению грибка ногтей. Не стоит пытаться самостоятельно борется с грибком ногтей. Чтобы раз и навсегда вылечить грибок, необходимо обратиться к врачу. Регулярно принимать лекарственные препараты, которые он пропишет. Если вы решили использовать средства народной медицины, стоит обязательно об этом сообщить врачу, потому что они могут подавлять лечебные действия медикаментов, лечение будет менее эффективным, поэтому нужно быть очень осторожным. Помимо всего, в лечении грибкового заболевания важным моментом является введение личной гигиены. Нужно и руки мыть, и ноги не менее двух раз в день. После вводных процедур кисти и стопы нужно вытирать насухо. Не должна кожа оставаться влажной, потому что это может усугубить заболевание. Даже если симптомы болезни исчезли, прекращать лечение нельзя на протяжении нескольких месяцев, потому что они вернутся опять, и вам придется заново начинать лечение. Если вы взяли для себя что-то полезное в этом обучающем видеоуроке, ставьте мне лайк и подписывайтесь на мой канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.